Друзья, всем добрый день! Сегодня 2 августа. Ильин день, праздник большой. Сегодня прямо из дома я слышала, как в циркви колокола звонили, служба шла. У нас сегодня хороший день, вот такое красивое небо, солнечное. Посмотрим температуру. 21,9. Вполне хорошая температура. Дел сейчас очень много. С огородом и в доме некогда даже снимать. Чтобы снимать, нужно постоянно быть около камеры, то включить, то выключить. Ну, некогда. Вот с утра пекла хлеб. Сейчас вот отрезала первый кусочек, еще не до конца. Еще не до конца отрезала. Хотела вам показать. Такой хороший у меня хлебушек. Он вкусный. Пекла я его из муки первого сорта. У нас в пятерочке появилась мука первого сорта. Она там время от времени появляется. И когда появляется, я ее покупаю. Сверху посыпала семечками и подсолнечник, и кунжут. Ну, здесь сборные семена. Такая аппетитная корочка хорошая. Подошла к плите. И вам, наверное, интересно, чем же я сегодня занимаюсь. Я сорвала в огороде 4 свеколки. Поставила варить. Она еще не закипела. Нет, кипит потихонечку. Вот тут видно. Маленький огонь. Это я уже сделала маленький огонь. Сейчас покажу вам, какая у меня свекла. Захотелось мне салаты из свеклы с чесночком и с орешками. Ну, а здесь в воке. Это у меня вок. На маленьком тоже огне. Смотрите, что я готовлю. Три в одном готовлю. Опа. У меня здесь фаршированный перец. Внизу большими крупными кусками капуста. И в промежутках, где место свободное есть, картошечку положила. Тоже уже закипела. И поэтому огонь небольшой. Пусть тушится. Потом просто сверху зеленью посыплю. Ну, а фарш начинела. Фаршем начинела перцы. Там фарш и чесночку немножко, и лучок, и рис добавила. Я, когда такой перец делаю, который долго тушится, я туда добавляю сырой рис. Не привариваю. Ну, и, конечно же, не перестаю делать квас. Сегодня вот утром слила. Уже чуть-чуть отпила. А этот до завтрашнего дня будет стоять. Завтра будет готов. Хочу показать вам яблоко, которое у нас выросло в этом году. Это белый налив. Смотрите, какого оно размера. Было всего два яблока висело. Но одно захотел Матвей сорвать. Съел, говорит, вкусное. А это мне оставили большой. Вот таких два яблока. Этот год не урожайный. У нас даже яблони, мне кажется, и не цвели. И вот такое большое яблоко у меня выросло. Я вышла на улицу. Здесь Слава работать продолжает. Столбики для забора ставит. Уже шестой поставил. Слав, привет! Привет. Привет, конечно же. Я подошла поближе. И вот хотела у Славы спросить. Для чего он вот эти деревянные дощечки, палочки поставил по кругу? Ну, для чего? Расскажи. Ну, что в столб держать? Чтобы он ровно стоял, когда бетоном заливать буду. Там вот труба. В трубу будет заливать бетоном. Ты вон там уже залил. Вот сейчас покажу. Вот так вот. И чтобы ровно он стоял, с трубцинами прикрутил. Вот так он сделает капитально, основательно каждый столбик. А это уже залитый столбик. Вот так выглядит. А дальше засыпаться будет гравием с песком. Ямки вот эти. Вот тут столбик уже залитый. А это уже на готове лежит гравий, которым засыпать ямки будем. Помните, я вам показывала распаковку посылки, которую мне прислала Лида с Ульяновской области, из города Димитровоград. И там были тыквенные семена. Я их в этом году посадила. Вот они растут. Вот так это выглядит. А вот здесь вот уже побольше тыковка растет в форме гитары. Спасибо большое, Лидия, за семена. А здесь у меня спаржевая фасоль растет. Вот такие стручки везде, где побольше, где поменьше. Я уже жарила с яйцами. Очень вкусно. Надо будет пособирать и закрыть, заморозить. А здесь уже не тыква. Это кабачок. Такой темный. На этой грядке рос чеснок, а рядом росла грядка с клубникой. Я здесь усы не обрывала. Буду пересаживать ту грядку, где сейчас чеснок был. Ой, что-то я тут нашла. Клубничка еще есть. Цветочки, еще клубнички завязываются. И вот еще урожай какой. Вот с этой клубники я буду брать усы и пересаживать в соседнюю грядку. Я уже около винограда. Виноград с каждым днем все темнее и темнее становится. Ну и снова я в теплицах, где помидоры у меня растут. И смотрите. Видите, да? Видите? Здесь появился другой цвет. Не все зеленое. Скоро я буду догонять тех, у кого уже есть красные помидоры. А зеленых еще много и много. И этот кустик еще лежит живой. Желтеет, но еще нет, розового цвета нет. Почему, говорю, лежит? Потому что он сломался. Мы под него подложили вот эту панельку, чтобы земли не касалось. И ждем, когда покраснеют помидоры. Зеленых еще очень и очень много. Посмотрите, какие бусы. Томатные бусы. А тут что? А там красненький уже, розовый. Я вам показала всего одно яблоко. У нас на яблони было. Так и на груши тоже нет. Хотя груша каждый день должна урожай давать. Вот что здесь. И вон там еще. А вон там еще одна. В общем, несколько штук есть. Морозы были, когда цвел сад. И вот еще низко и поближе к вам покажу. Меньше размером, чем обычно. В этом году все не так. Так, високосный год. Зато перцы мои, посмотрите, какие. Посмотрите на эти великаны. Ой, я шуршу, шуршу. Ногами шуршу. Ой, какой перец. Так. Нет, не видно вам листья тут. Один листочек уже плохой, желтый. Так, а это что? А это вот. Вот. Хочет упасть уже, ложиться. Смотрите, какой огромный. Сейчас листочек уберу. Вот какой. В этой грядке длинненький. Вот этот вот самый первый, около двери. Смотрите, сколько еще цветов много. Зависей будет много. Вот. И что там есть? Смотрите. Какая бомба тут растет. Это даже не поднять рукой. Рукой не поднять его. Он не один. Здесь еще вот есть. Вот. Еще вот этот маленький. И вот тут еще маленький. В общем, на нем еще будет много-много. Я, по-моему, вам как-то показывала. Слава тут в пенек. В тополиной от тополя. В пенек. Сеял мицелий грибов. Ой, сколько тут много их. Вам, наверное, не видно, да? Вот эти вот шарики, шарики, шарики. И вот сверху. Сейчас покажу. О, грибница. Растет грибница. Красота. Время от времени он ее поливает. Пенек этот. А грибница растет. А еще я здесь рядом обнаружила ежевику. И она уже чернеет в разной паре спелости. И черная, и красная, и зеленая. Вот. Мы ее вырубаем. Она нам не нужна. А она вот самостоятельно растет. Смотрите, какая у меня есть петунья. Красотулечка. Ой, какая она красивая. А лук Эксибишин еще стоит и ждет. Я его пока не убираю. Пусть еще подрастает. У меня в комментариях спрашивали, есть ли у меня канал на Дзене. Но когда-то я его открывала, мне что-то непонятно было. Там я ничего не поняла. И не понравилось. И я его закрыла. А теперь, в связи с тем, как Ютуб работает, возможно, придется открыть. И если буду открывать, то, наверное, вот в этом месяце, в августе. Потом дам ссылки или в первом закрепленном комментарии ссылки, говорит, Ютуб тоже не приветствует, куда-то убирает. Надо в комментарии писать ссылку. Но я еще его не открывала. Если что, мы встретимся на Дзене снова. Я вас всех буду там ждать. Расцвела первая астрочка. Вот такого цвета красивого. А это будет, наверное, беленькая. Мама моя любила очень астры. Они прямо к ее дню рождения всегда расцветали. 9 сентября. А сейчас только начало августа уже цветет. Подошла к луку. Проверяю, как у него ботва подсыхает. Скоро будем лук вязать, когда вот этих зеленых уже не будет перьев. Когда они все подсохнут. Когда они все подсохнут, они становятся послушны, как вяленые. Из них хорошо вязать потом косичку. Пока еще рано. Пока с вами ходила-гуляла, посмотрим, что тут с перцем. А он кипит. Варится. Но еще, наверное, не готов. Можно попробовать на соль. У меня еще нет красных перцев. Поэтому вот в такой спелости я его нафаршировала. Какие есть перцев. Очень захотелось. Можно попробовать на соль, конечно. Потому что воду наливала прям кипяток из чайника. А вода-то не соленая была. Фарш соленый. Хорошо. Угадала. Все хорошо. Будем ждать, когда сварится. И насыпем зелень сверху. Мне еще нравится, когда я летом варю вот такое вот блюдо. 4 в 1. Это 3 в 1 у меня сейчас. А я еще люблю фаршировать помидоры. И очень вкусно все получается. Когда выкладываешь на большое-большое блюдо, каждый берет то, что ему нравится. Кто-то картошечку, кому-то перец нравится, кому-то капуста нравится, кому-то помидоры. А кто-то всего понемножку положит. Летнее блюдо. Очень вкусное. Все пропитан. Бульон вообще весь пропитан всеми овощами. И он такой вкусный получается. Попробуйте приготовить, пока лето еще не кончилось. С чего начала видео? К такому и в конце прихожу. Славу там видно ходит. Видите? Как в фильме «Чужой», да? За деревьями прячется. Вот он пошел. А я почему подошла сюда? Потому что я увидела здесь другие цифры совершенно. 23,2 стало. Значит, что у нас теплее стало, чем сколько-то минут назад, когда я начинала снимать видео. Друзья, спросите, почему я не снимаю видео на камеру? Потому что, ну, во-первых, снять-то я смогу сама, побегать туда-сюда, к штативу и обратно, к штативу и обратно. И монтировать, может быть, смогу. Но Славу отвлекать не хочется. Потом просить его, чтобы он мне помог. У меня свои дела. А это вот на телефон снимешь, тут на телефоне же сделаешь монтаж и выпускаешь. А когда на камеру снимаешь, то это все долго. Часа три, наверное, проходит. Так что пока вот так. А потом увидите меня, когда он меня начнет снимать. Мы с вами снова встретимся. До новых встреч, друзья. И с большим праздником вас всех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова